В сегодняшний день на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И, отталкиваясь от двух текстов, это Евангелие от Луки 18.7 и Евангелие от Матфея 6.7, мы зададимся вопросом, какой должна быть христианская молитва, длительной или краткой? Прочитаем сначала Евангелие от Луки 18.7. «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защитить их?» И Евангелие от Матфея 6.7, где сказано «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Так как же надо молиться? Вопиять к Богу день и ночь или избегать языческой молитвы, которая отличается многословием, бесконечным повторением одних и тех же мантр, одних и тех же заклинаний? Какой должна быть молитва христианина, длительной, продолжительной или краткой? В послании к римлянам, это 8 глава, 26-27 стих, апостол Павел настаивает на том, что мы не совсем понимаем, как надо молиться. Он пишет «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, испытывающие же сердца знают, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». О чем это? Это о том, что действительно молитва может превратиться в языческое многословие. Когда человек, оторвавшись от канонической церковной молитвы, которая тесно связана с Псалтирию, с другими молитвенными текстами Библии, начинает импровизировать, просить это, просить это, просить это. Особенно простодушные люди отличаются таким молением. Хотя при этом это моление может быть очень мощным. Я вот, например, застал такую матушку, она жила в Москве, в обычной хрущевке пятиэтажной. Мать Сергия ее звали. И у ней был очень строгий режим дня. Она спала очень мало. Практически, я не знаю, 3-2-4 часа, не больше. Молитва и труд, труд и молитва. Она лила свечи, она их продавала. На эти деньги покупала для недавно открытых храмов какие-то необходимые вещи. Например, вот в храме, где я служу, храм Рождества, он притеч в Сокольниках, она купила голгофу, вырезанную по дереву, и подарила нашему храму. А жила очень скромно, очень бедно. Я вот два раза ее навещал. И она вот молилась с такой простотою, просила за этого, за этого, за этого. У нее были записки. Целая пачка таких записок. И однажды, когда у меня было обострение с сахаром, я в присутствии врача позвонил ей по телефону из лечебницы, где я находился, из больницы, и сказал, матушка, помолись, у меня проблемы с сахаром. Сахар очень поднялся. Она мне говорит, сейчас я буду молиться, опуститься. Прошло пять минут нашего общения с этим доктором. Общение продолжалось. У меня закружилась голова, я теряю сознание, падаю на пол. Замеряю сахар, он упал близко к трем. Для нормального человека это может быть нормально. Для меня это состояние близкое к гипоклимии. То есть я мог впасть в кому. И мне сразу делают стакан чая сладкого, чтобы я выпил. Я говорю, это не поможет. Давайте быстрее телефон. Я набираю тот же номер и говорю, матушка, ты как молишься? Она говорит, молюсь, чтобы Господь у тебя сахар совсем убрал. Зачем тебе сахар? Ты что, ребенок? Я говорю, матушка, молись, чтобы он был в норме. А то с этим сахаром и от меня ничего не останется. Она говорит, ладно, я скажу, чтобы у тебя было как положено. Сахар выравнивается. Для меня это пять-шесть. Это нормальный сахар. И врач, который, он мой знакомый, вот он наблюдал за всем этим, он был крайне удивлен. Крайне удивлен. Так какой должна быть молитва христианина? Краткой или длинной? Давайте посмотрим, что пишет блаженный Августин. Просить относиться к вымаливанию здравия и крепости души, чтобы мы могли исполнять то, что нам заповедано. Искать же к обретению истины. Ведь поскольку блаженная жизнь состоит из деятельности и познания, деятельность требует множества сил, а созерцание – обнаружение вещей. Из этих двух первое следует просить, а второе искать, чтобы одно было дано, а другое оберегалось. Однако познание пути в этой жизни важнее, чем самообладание. Но когда кто обрел истинный путь, то тогда достигнет и самого обладания, которое откроется стучащему. Поэтому, чтобы эти три вещи, то есть прошение, искание и стучание, стали очевидными, давайте рассмотрим их на примере человека, «Который не может ходить из-за слабости ног, а потому, прежде всего, он должен быть исцелен и укреплен для ходьбы, и именно к этому и относится то, что сказал Господь. Просите». О чем пишет Августин? Кажется, что отрывки, которые мы прочитали, противоречат друг другу. Но на самом деле Сын Божий не выступал против длинных или кратких молитв. Он выступал против многословных, суетливых прошений и ленивых, коротких, молитвенных воскресаниях на глазах у людей, чтобы нас оставили в покое. Его более интересует сила молитвы, чем ее длина. Не те просители будут услышаны Богом, которые творят многословные молитвы, но искренне выпиющие. Кто-то день и ночь, а кто-то из глубины неверия только однажды. В неверии моем услышь меня, Господи, и будут услышаны. Итак, сегодня, братья и сестры, мы рассмотрели еще один вопрос. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.